Сейчас у нас вариант, когда p сравнимо с тремя по модуле 4. В этом случае у нас x2 плюс x2 никогда не будет равным. Вот давайте, все-таки я это объясню быстро. Если p сравнимо с тремя по модуле 4, то есть p это 4. Я напоминаю, что мы уже вычисляли этот самый символ минус 1 по p, и он равнялся минус 1. Давайте напомню одно из доказательств того, почему действительно в таком случае он равняется 1. В самом деле, представьте себе, что вдруг а2 сравнимо с минус 1, где а это некоторое число. Возведем обе части в степени 2n плюс 1. Тогда получится так. Здесь а2 в степени 2n плюс 1, а здесь минус 1 в степени 2n плюс 1. По модулю v. Господа, здесь получилось а в степени 4n плюс 2. Но а в степени 4n плюс 2, это же на самом деле а в по минус 1. То есть по малой теории фирма это единица. Значит, слева у нас единица, а справа минус 1 в нечетной степени, а справа минус 1. Вот так по модулю бы не бывает. Значит, действительно, среди чисел вида k квадрат плюс m квадрат, если число p сравнимо с 3 по модулю 4, не будет никогда... Выписываем 0, 1, 4, 9. Это сколько? 2. Это 2, дальше. 2, 4, 1. Согласны? Все, я выписал все квадраты. Мам, у меня 7. Пожалуйста, складывайте и берите остаток отделения на... Сколько? 7. На 7, да. Видите, что по совести таблица, она в какой-то момент... То есть фактически она стоит из четырех более-менее одинаковых табличек, поэтому не так уж сложно это считается. И для 13, если вы приглядитесь, то можно было посчитать, потому что вы, так сказать, здесь вот в горячей тениса отгрозили, а там же я вам объяснял, как выписать реально четвертую часть таблицы, и все нужно было увидеть. Квадраты. Упределение на 7 квадраты. Проверить. Каждое число должно встретиться ровно в 8 раз. Проверили? Да. Каждое число встречается ровно в 8 раз. t и t не сравним с 1, по-моему, или b встречается ровно b плюс 11. Смотрите, господа. Как только мы с вами это докажем, так мы мгновенно сумеем посчитать эту сумму. Значит, объясняем. Представьте, что мы это уже знаем. Тогда это наша сумма, то есть, я считаю, с в квадрате, это будет тогда следующее. 0 встречается 1 раз, это 1. А после этого b плюс 1 раз встречается каждое из остальных чисел. А что только каждая из остальных числа? Это епсилон, епсилон в квадрате, епсилон в клубе, и так далее, вплоть до епсилон по минус первости. Но, господа, вы помните, что эта сумма, это минус 1, потому что сумма совсем всех, 1 епсилон в клубе, это 0. Значит, сумма этих, это минус 1, и получается, что с в квадрате это единица минус p плюс 1, то есть, минус p. Значит, вычисление с в квадрате это в точности доказательство вот этого мирового факта, что если число p дает остаток 3 пределения на 4, то любое, ненулевое число представимо в виде суммы квадратов в точности p плюс 1 способ. Очень интересная уходи, так как нам годится. У нас есть всевозможные суммы квадратов, и эта самая сумма квадратов, понимаете ли, должна давать какой-то остаток. И мы должны понять, какой-то остаток. А впрочем, помните, я уже объяснял такую замену перемен, что вместо m квадрат написали аэ. Было такое? помните? Помните? Давайте поиграем в эту замену переменную еще один раз. Вот смотрите, у нас есть всех квадратов. Мы их, как перемен, умножаем на одно и то же число а. Замечательно. Раньше у меня обзор выражений. Я вспомнил, что вот у меня есть числа 0,1,2 и так далее и b-1. Если я выпишу числа 0, а, 2, а, b-1, а, то это те же самые числа, только переставленные. Согласны? Замечательно. А это будет смотреть, что такое. Это будет ах квадрат и ау квадрат. Ребята, сумма умножилась на а в квадрате. Сумма умножилась на а в квадрате. А что это такое? Это значит, что ответ для всех вычетов, для всех квадратичных вычетов. у меня будет такой же есть сравнение х квадрат плюс уйм квадрат сравнимо с какой-то величиной t. То понимаете ли вы, что здесь у нас получилось умножение значит, если я все числа разобью на отдельно 0, квадратичные вычеты и квадратичные не вычеты. Тогда у меня ответ для квадратичных вычетов будет 1, вот эта сумма будет принимать какой-то сколько-то способов квадратичные вычеты ответ другой. Какой-то может быть другой, может быть такой же, но важно, что для всех квадратичных вычетов ответ будет 1, величиной и для всех квадратичных не вычетов ответ будет какой-то, ну, может быть, другой, если честно, такой же, но, в общем, для всех квадратичных вычетов ответ такой-то, и для всех квадратичных не вычетов ответ тоже один и тот. Все понятно? Значит, мы с вами должны разобраться с такой ситуацией. Вот здесь я написал, что для всех чисел ответ один и тот же, для всех чисел ответ b плюс один. Но вот эта идея, эта идея умножения обоих чисел на а, она пока что дает нечто лучшее. Она пока что дает вот что. У нас есть b минус один пополам квадратичных вычетов. Для всех них будет некий ответ. Давайте его обозначим а. Для всех остальных, b минус один пополам квадратичных не вычетов будет тот же ответ b. Давайте думать. Давайте думать. Значит, у меня квадратичным, значит, этим самым не вычетом является, как известно, минус единица. Значит, уравнение x квадрат плюс y квадрат сравнимо с минус единицей по модулю b должно иметь b. Я очень хочу, чтобы вы сейчас все-таки эту идею поняли. Еще раз. У меня сейчас рассматривается ситуация, когда b дает остаток 3 по модулю 4. Коля, понимаешь? Понимаешь? Отлично. В этом случае минус единица не является квадратичным вычетом. Потому что минус единица квадратичный вычет, это вот когда b. И когда-то квадратичный вычет, то мы здесь нужно поменять, поставить минус, у нас вычет. Супер. Значит, если минус единица, это квадратичный, не вычет, то мы говорим следующее, что все остатки отделения на 2, это всегда либо 0, либо квадратичные вычеты, либо квадратичные не вычеты. Замечательно. Рассматриваем таблицу чисел вида x квадрат плюс y квадрат. Огромная таблица. Говорим, что благодаря вот этой идее, заметите, красивая, простая мысль, что если у нас есть остатки, то мы можем их переупорядочить, заменив каждый остаток на а умножить на остаток. Благодаря этому у нас здесь добавляется множество а квадрата, где а любой и не любое остаток. Поэтому у всех квадратичных вычетов количество решений будет у системы одно и то же. И у всех квадратичных не вычетов количество решений будет то же, что? Одно и то же. Замечательно. Если мы с вами сейчас, господа, узнали, сколько решений вот у этого сравнения, а у меня есть ощущение, что мы это узнаем, потому что оно не такое уж сложное, то мы тогда с вами будем знать число а. А заметьте, числа а и в, они удовлетворяют одному забавному соотношению. Всего у нас в каблице в квадрат числа. Давайте я аккуратно запишусь. Х пробегает значение 0 на п-1, можно на п-1 поделить, и получится, что п плюс 1 это а плюс б пополам. Значит, если я сейчас вычислю число а, то число в у меня автоматически получится. И количество вот этих самых решений. Давайте я ясню на картинке. Вот представьте себе, на обычной ювклидовской плоскости у вас имеется такая система х квадрат плюс х квадрат равно единице. Вы понимаете, что реально это окружность? Ну, я говорю не про простые числа, а на обычной ювклидовской плоскости. Окружность, отлично. На окружности, конечно, есть одна вот эта точка, а именно тогда х единица, а у ноль. Но через эту точку можно провести что? Всевозможные прямые. Можно провести всевозможные прямые. И я сейчас докажу следующую замечательную вещь, что как только вы проводите через эту точку прямую, найдется ровно одна точка на окружности. Помните, я вам обещал, что ответ будет b плюс 1, правильно? Так вот, с любым угловым коэффициентом будет вот эта одна точка, это 1, и еще с любым угловым коэффициентом будет ровно по одной точке. Так всего и набежит b плюс 1 вариант. Вот это у нас будет, что сказать, путеводной нитью для того, чтобы понимать. А теперь давайте проводить формальные обчисления. Я должен суметь вам объяснить, как выписывается уравнение прямой, проходящее через такую точку. Ну, наверное, вы это прекрасно знаете. Уравнение такой прямой y равняется k умножить на x минус 1. Все согласны? Так, картинку можно не понимать. Формулу понимать нужно следующим образом. Если x равно 1, то вот из этого сравнения y равно 0. И это означает, что такая точка единственная с координатором 1,0. Во всех остальных случаях x минус 1 на b не делится. Согласны? Пытаюсь объяснить вам, сколько точек движет на окружности, когда b простое число. Так вот, если у нас x равно 1, такая точка единственная, тогда y равно 1. Если x не равно 1, то вот это не 0. А мы с вами уже обсуждали. Помните вот это вот выписывание там 0, а, да, вот это вот. На самом деле, подлог липы можно делить на любое не нулевое число. Значит, если x не единица, то существует единственное такое k для любого y. То есть я беру и перехожу к такой штуке. Смотрите, x квадрат. Вместо y квадрат я пишу k в квадрате x минус 1 в квадрате. Да? Да или нет? Я вместо y представляю такое? Замечательно. Равно 1. Теперь, 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 теперь я должен найти, ну, решить это квадратное равнение. Это будет так. x квадрат умножить на 1 плюс k в квадрат минус 2 k в квадрате x плюс k в квадрате минус 1 равно 0. Пока что это выглядит достаточно страшно, но вы помните, что x равно единице это корень, это уравнение. Поэтому я могу вывести x минус 1 за скобку, и тогда в скобке у меня будет так. 1 плюс k в квадрате умножить на x плюс k и цель является корень. Нет. Потому что ты сюда представляешь, здесь будет 0, а здесь будет 1 в квадрате вернее? Нет. Откуда возникает x в квадрат? Нет. Откуда возникает 2k в квадрат x? А очень просто. Когда умножаешь минус 1 вот на это, получаешь минус 1 минус k квадрат. А когда умножаешь вот это минус k квадрат на x плюс 1, то у тебя как это получается минус k квадрат, получается минус 2k квадрат. но здесь получается плюс x, а там было минус x. Увидел? Для тех, кто знает теорию безулок, проблем никаких, да? Смотрим на старший коэффициент, смотрим на младший коэффициент. Для тех, кто еще просто так умеет только скобки перемножить, надо просто перемножить. Еще раз, когда x минус 1 умножаешь на 1 плюс каквадрат x минус каквадрат плюс 1, то автоматически получаются все члены какие надо. Получилось. Так, у вас остальное точно получилось? Получилось, отлично. Ну что, если x равно 1, то мы уже говорили одна точка, если x не равно 1, господа, у нас вот эта скобка. У нас эта скобка должна равняться 2. То есть 1 плюс каквадрат умножить на x это должно быть то же самое, что k квадрат минус 1. Ну вот и хорошо. Значит, в качестве x у нас подойдет k квадрат минус 1 разделить на k квадрат плюс 1. y вычисляется вот по той форме. Надо из x вычесть единицу и умножить на k. Кстати, это будет совсем несложно, да? Если из x вычитаешь единицу, то умножаешь на k, то это будет минус 2k разделить на k квадрат плюс 1. Ну, не в том дело. Если честно, мне совершенно неинтересно, какие эти формулы, потому что важно, что каждому значению k 0 до минус 1 единственным образом соответствует парамзе. и я даже явно формул описал. Понятно? Значит, я доказал, что количество решений вот такого сравнения это ровно b плюс 1. Доказал? Но если a равно p плюс 1, и вы помните, что a плюс b пополам это p плюс 1, значит, b никуда не денется, тоже как p плюс 1. Первый кусок сегодняшней лекции благополучно завершен. Я обещал найти квадрат гауссовой суммы, и я нашел. Насколько я вас обсчитал? На самом деле, понятно, я вас обсчитал на общий случай. То есть, вы же помните, что гауссовую сумму можно ввести не только для простого числа, но для любого числа. На самом деле, можно было брать корни из единицы не обязательно простой степени, а любой степени. Вот. И, соответственно, все вот эти выходки можно было сделать, но все-таки там осуществление чуть-чуть более сложное, поэтому давайте не будем. Хотя очень советую, взять смарт-мижки посмотреть и убедиться, что действительно это такая мощная наука, замечательная. Но я сейчас делать не буду, у меня ограничилось в случае простого числа. Итак, S в квадрате, как я красиво взял. Это есть минус один по п. львов. Спасибо.